Первая страна, освободившаяся от колониального владычества в западном полушарии, это США. Современный экономический, военный и культурный гегемон, нравится это кому-то или нет? Тем интереснее, что вторая страна на западе, сумевшая выйти из-под контроля европейской метрополии, выделяется в первую очередь своей ужасающей бедностью и тем, что в нем не работает как надо, ну, практически ничего. Это Гаити. Невероятно сложно устроенный регион, этнический, лингвистический, политический, экономический и вообще как угодно. Почти все местное население это потомки привезенных из Африки рабов, лишь небольшая часть мулаты, а белых и вовсе почти нет. И это неудивительно, ведь Гаити это первый случай, когда государство было построено чернокожими рабами, и забегая вперед, строительству у них не удалось от слова совсем. Всем привет, я Егор Зырянов, и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории сегодня, об истории появления одного из самых необычных островных государств на планете. Поговорим о Гаитянской революции. Открытый христофором Колумба мостров Испаньола контролировался испанцами в течение пары веков, пока их внимание окончательно не переключилось на разработку рудников в континентальной Америке, с целью, видимо, угробить свою экономику бескрайней инфляцией, после чего в 1697 году территория острова была разделена между Испанией и Францией. Пока испанцы буквально выкапывали деньги в Центральной Америке руками измученного коренного населения и не понимали, почему богаче при этом их страна не становится, французская колония на Испаньоле, Сан-Доминго, стала прибыльнейшей американской колонией Франции. Хлопок, кофе, какао, сахар приносили совершенно немыслимые деньги. И это неудивительно, больше половины всего кофе в мире выращивалось на гаитянских плантациях, в которые вкладывались огромные суммы. 40% французского сахара тоже производилось здесь, а Франция это на секундочку вторая по размеру экономика мира, после, разумеется, Поднебесной. Как вы понимаете, размах рабовладения был соответствующий. К концу 18 века на Гаити было больше полумиллиона рабов, примерно половина вообще всех невольников, завезенных белыми господами на Карибы. Обменивавшая рабов на оружие Дагомея, крупнейшая страна-поставщик рабов в Западной Африке несколько веков процветала и расширялась за счет своего не шибко гуманного экспорта. И именно оттуда, кстати, и растут корни народной культуры Гаити, вроде культа Вуду, ставшего связующим звеном между католицизмом и племенными культами африканцев. Впрочем, мы-то с вами знаем, что его истинное значение для истории – это фильмы про зомби, хит-группы Продиджи и сценический образ Скриммин Джей Хокинса. Помимо рабов и белых колонизаторов на Гаити, как и везде на Карибах, еще были мулаты. Причем тут их было особенно много – 30 тысяч человек, это примерно столько же, сколько белых. И у мулатов был почти полный набор прав. Почти полный. Поэтому у них было довольно специфическое мировоззрение и довольно своеобразные взгляды на, скажем так, политические прогрессивистские концепции. С одной стороны, им хотелось расширения своих гражданских прав, и им хотелось получить больше возможностей для участия в какой-то политической и экономической жизни. А с другой стороны, например, вопрос отмены рабства оказался им абсолютно бритовой затеей, потому что, ну, они делали деньги на работорговле и на плантациях в первую очередь. Была еще одна интересная категория свободного населения. Впрочем, свободными они считали только сами себя, а те же белые мулаты считали их преступниками. Собственно, да, мороны – бывшие рабы, сбежавшие в многочисленные горные регионы Гаити, откуда они десятилетиями набегали на плантации, деревянные домики и корованы. Кстати, надо сказать, что эти плантации приносили Франции немыслимые деньги. И если вы посмотрите на Людовика XVI с его инкрустированными, значит, бриллиантами туфлями, то надо понимать, что процентов на 30, наверное, он обязан стоимостью этих туфлей именно плодородной почве Гаити. Что еще интересно, эти плантации были не очень полезными для местной экологии. И да, такие проблемы существовали и до наступления индустриальной эпохи. Постоянное расчищение леса под поля вызывало мощнейшую эрозию почвы, пересыхали ручьи, плодородность полей снижалась, но колониальную администрацию все это особо не волновало, поскольку после нас хоть потоп. Кроме того, остров был перенаселен из-за числа привозимых рабов, что приводило к эпидемиям тропических болезней. Забавно, но это лишь стимулировало французов завозить все новых и новых рабов. Ну а что, дескать, догамейские бабы еще нарожают. В любом случае, все это вместе делало Гаити, пожалуй, худшим местом на Карибах 18 века. Кстати, если вдруг кто-то из вас задался вопросом, подождите, 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 рабы там черные, белые, вот это все, а что насчет, ну, коренного населения, то должен вас расстроить. Коренное население вымерло от европейских болезней через несколько десятилетий после высадки испанских конкистадоров, так что уже к 18 веку их практически на Гаити не осталось. С тех пор, как Карибы были оплотом пиратства, прошло несколько веков. Но если вы сейчас решите заехать на Гаити, скорее всего, вы снова обнаружите, что это место не очень. Ну, если вы, конечно, не любите места, в которых ощутимы последствия экологических, социальных и экономических катастроф. Но, тем не менее, на Карибы съездить стоит, это довольно любопытные места. И куда бы в конечном счете вы бы не захотели отправиться, вам точно пригодится английский язык. Тем более, что даже на Карибском архипелаге, на половине островов он сейчас национальный. Благо, со времен Испанской империи тоже прошло много времени. Освоить современную лингва франка вам поможет онлайн-школа Skyeng, которая проводит сейчас бесплатный марафон привычки учить язык. Задания в нем занимают около 15 минут, а сам марафон длится 2 недели. Задания тут увлекательные, сам курс готов вам. Не придется думать самостоятельно, с чего же начать учить язык, что для этого использовать и так далее. Можете просто начать заниматься. И что самое главное, вся эта штука позволит вам выстроить привычку учить язык и обрести некоторую нужную для этого дисциплину. Потому что без этого, к сожалению, ребята, ничего не получится. В изучении языка, как и во многих других делах, важна регулярность. И даже небольшое количество времени каждый день, потраченное с пользой, обычно оказывается эффективнее долгих, но редких занятий. Марафон от Skyeng позволит вам легко встроить занятия английским в свое обычное расписание без лишних трудозатрат, чтобы потом было проще перейти к интенсивному обучению с преподавателем. Тем более, что два бесплатных занятия вы получите сразу же после регистрации на марафон. А если вся эта идея вам так же, как и мне, нравится, то после регистрации можно получить еще до трех бесплатных занятий, если сразу взять пакет уроков. В общем, и так года пяти бесплатных занятий с преподавателем, что, на мой взгляд, отличное, в общем-то, предложение. И еще восемь бесплатных занятий будут разыгрываться между участниками марафона. Так что предложение классное и, в общем, действительно очень выгодное. Можете сами это проверить. Переходите внизу по ссылочке, кликайте, читайте, учите язык. А мы пока вернемся к нашей теме. И вот главный хэппенинг 18-го столетия. Бастилия взята. Впрочем, значение это имело скорее символическое. Депутаты генеральных штатов запираются в зале для игры в мяч, женщины идут на Версал, издана декларация прав человека и гражданина. В общем, гремит Великая Французская революция, и Национальное собрание постановляет, что все мулаты во французских колониях, владеющие землей и выплачивающие налоги, должны получить гражданские права, включая право избирательное, прислав на Сан-Доминго комиссаров, чтобы те это проконтролировали. Но они вместо этого вдруг обнаружили, что местная насквозь рейлистская власть вообще не собирается исполнять никакие приказы Парижа. А еще они внезапно обнаружили, что мулаты оказались большими сторонниками новых порядков и изменений, и они подняли восстание. С чего бы это интересно? Надо, кстати, заметить, что в отличие от мулатов, среди белых и черных все было не так однозначно, потому что там встречались и сторонники монархии, и сторонники республики. Но иронично тут то, что колониальные войска все равно в итоге подавили восстание мулатов, потому что те отказывались воспринимать вообще как класс идею о предоставлении гражданских прав чернокожему населению. Да и помимо колониальных войск, само это чернокожее население тоже с удовольствием начало самостоятельно воевать против мулатов. То есть, еще раз, во Франции революция, на Гаити восстание мулатов, которые просто хотят своих гражданских прав, подавляют чернокожие невольники, помогая белым господам. Во славу короны, естественно. И при этом никакого разговора об отмене рабства вообще еще не идет. 14 августа 1791 года неподалеку от Кап-Франце прошла большая церемония в Вуду. Раб и священник Дути Букман просил у духов освобождения рабов. Вскоре после этого начались массовые мятежи рабов и маронов. К сожалению, мы не знаем, как именно и кем это было изначально организовано. Давились они с максимальной жестокостью. Уже через два месяца голова Бутмана была вывешена на публичное обозрение в Кап-Франце. Ни революционная французская власть, ни лоялисты, никто вообще не собирался отменять рабство и не был готов пойти на такой шаг. Поэтому десятки тысяч рабов, уже бывших, вероятно, рабов, двинулись в сторону от плантаций к городам. Попутно, естественно, эти самые плантации сжигая и разрушая. После разгрома этих рабов на севере, опять начались проблемы, потому что восстали снова мулаты на юге. И, как ни забавно, но для подавления этих мятежей снова белые колонизаторы использовали чернокожую силу. Вот так вот, а что? Что, монархия, дело, знаете, такое? Надо сказать, что Париж при этом все время требовал остановить войну и вообще подтвердить свободные права свободных мулатов. Из хаоса начали появляться революционные лидеры, самым известным из которых стал Франсуадами Никту Сен-Лувертюр, человек и аэропорт, которого называют отцом африканской эмансипации. Забавно, что сам он от рабства страдал не очень сильно. Его хозяева были весьма гуманные, он умел читать, был знаком с военными записками Цезаря и французской оболиционистской литературой. После начала волнений он эвакуировал своих уже бывших на тот момент хозяев, они его освободили раньше, прочь и присоединился к революционному движению. И, в общем, именно благодаря ему этот хаос стало можно наконец называть революционным движением. Весь этот Белым крайне обеспокоил британского монарха Георга Третьего, отправившего на остров 27 тысяч красных мундиров. Ну и в конце концов это была богатейшая карибская колония, которой никто не управлял. Этот десант оказался одним из самых провальных в британской колониальной истории. Болезни скосили англичан в считанные недели, а вскоре весь экспедиционный корпус встал на колени перед Лувертюром. Впервые в истории европейская армия сложила оружие перед чернокожим генералом, командовавшим чернокожей армией. Республиканская армия французов же наконец взяла столицу Кап-Франце, выдавив оттуда лоялистов и пообещав чернокожим солдатам свободу. Впрочем, им особо никто не верил. Во Франции только что отрубили голову его величеству, страна начала воевать со всей Европой, а никаких бумаг, подтверждающих хотя бы намерение отменить рабство, в общем, из Парижа не приходило. Так что лидеры бунтовщиков внезапно присоединились не к французам, а к испанцам. Да, которые тоже были бы не прочь вообще-то восстановить свой контроль над всем островом, так что вскоре в Сан-Доминго вошли испанские войска под началом чернокожих генералов. Таким образом, в 1793 году на Гаити ввели боевые действия, следим за руками. Французская республиканская армия, английские интервенты, испанские интервенты под командованием Лувертюра, отряды мютежных мулатов, отдельные банды черных рабов и маронов, а также не стоит про них забывать еще прежняя колониальная администрация, которой тоже помогала Испания. Ну а тем временем во Франции из-под гильотин летит все больше голов, а в 1994 году якобинцы отменяют рабство в стране и во всех колониях, переманивая тем самым Лувертюра. Вообще-то, строго говоря, испанцы тоже обещали отменить рабство, но как-то вот не дошли руки. Так что пришлось им смириться с тем, что они упустили своего ценнейшего союзника. Вскоре сотни тысяч гаитян выступили уже против испанцев и англичан, успевших к тому времени договориться о том, как они будут делить остров. К 95-му году Лувертюр уничтожил и испанцев, и чернокожих лоялистов, а к 96-му году и последние отряды мулатов, которые никак не могли смириться с отменой рабства. Часть из них Лувертюр даже переманил на свою сторону, отбросив с их помощью англичан. В благодарность за столь щедрую помощь республике его назначили губернатором и командующим всеми французскими войсками на Гаити. Кстати, все это, как вы понимаете, означает, что Париж совершенно не собирался отправлять свою излюбленную колонию в свободное плавание. Да, Гаити, точнее Сан-Доминго на тот момент, была предоставлена широкая автономия, но все еще как части империи. В общем, вроде бы все устаканилось. Интервенты изгнаны, Лувертюр становится губернатором и главнокомандующим на острове. Вскоре вносятся небольшие поправочки, и этот его статус становится пожизненным. Полный хэппи-энд. Но тут в ситуацию вмешался один корсиканский артиллерист. Да, он восстановил рабство. В 1802 году Наполеон Бонапарт, первый консул Первой Республики, отправил 20-тысячную армию под командованием своего зятя генерала Леклерка в Сан-Доминго с целью отнять власть у мятежного раба Лувертюра. С прибытием на остров войск Наполеона мулаты тут же выступили на их стороне. Лувертюр был окружен, обманом выведен во Францию, где, в общем, вскоре и умер. На несколько месяцев Гаити оказалась в руках Наполеона, восстановившего рабство в надежде на то, что он снова сможет качать такие же ресурсы из этого места, как и, собственно, это делали монархи. Но этой его надежде, как, впрочем, и большей части других его надежд, было не суждено сбыться. Да и вообще, знаете, восстанавливать рабство на острове, где 80% населения — это бывшие рабы, это какая-то странная идея. И они факт, что она будет рабочей. И, в общем, даже без Лувертюра там хватало лидеров сопротивления, вроде мулата Петтиона или, например, бывшего араба Дессалина, о которых мы еще сегодня скажем. Кроме того, начавшаяся война с Британией оказалась весьма недешевой, иначе бы человек-торт вряд ли бы продал Луизиану. Блокада Гаити англичанами не позволяла французам подвозить подкрепление на остров, на котором, к тому же, началась страшнейшая эпидемия желтой лихорадки, от которой вымер почти весь наполеоновский десант и сам Леклерк. Как говорится, духи ло французы 2.0. В итоге, в 1803 году Наполеон на Гаити попросту забил, а 1 января 1804 года прокатившийся, как просто смерч по острову Дессалин, который, в общем, изгнал остатки французских сил и всех прочих, объявил, наконец, о создании республики Гаити. Название отсылало к языку местных индейцев и означало, что это вроде страна гор. Ну, действительно, там такой ландшафт достаточно. Страна гор, в общем. В отличие от Лувертюра, баловавшегося коллаборационизмом с белыми, у Дессалина настроения были куда радикальнее. Сразу после его прихода к власти белое население Гаити подверглось массовым чисткам. 2000 французов вырезали в Кап-Франсе и еще 900 в Порто-Пренсе и других городах. Своей прокламацией Дессалин заявлял, мы отплатили этим каннибалам войной за войну, преступлением за преступление, оскорблением за оскорбление. Эта кампания национальной мести привела к тому, что белых на Гаите практически не осталось, и сегодняшнее население острова на 95% состоит из чернокожих. Дессалин, раб то ли из Африки, то ли местный, очень долгое время находился в услужении у семейства местных креолов. И, кстати, они были редкими белыми, вот именно конкретно это семейство, кто умудрился пережить многочисленные кровавые этнические чистки. В ходе революции он сделал блестящую карьеру, как военачальника сражавшегося за Лувертюра, как на стороне сначала испанцев, так и потом французов, а еще прославился благодаря своей исключительной жестокости. Говорят, что он истреблял целые деревни. В общем, сложно найти лучшего кандидата для основания независимого государства. В 1804 году Дессалин утвердил демократическую конституцию. И здесь стоит обратить внимание на два момента, потому что во всем остальном она, в общем, более-менее соответствовала стандартным представлениям о том, какой должна быть демократическая конституция. Ничего интересного в ее тексте особо не было. Но, во-первых, надо сказать, что при этом она была оригинальна. Вот этот самый стандартный набор демократических прав и свобод, который, ну, любой из вас может придумать сейчас на ходу, тогда, в общем-то, еще не существовал. В 1804 году, тем более в западном полушарии, подобная конституция была только у Соединенных Штатов Америки. И, в общем... В общем, отдадим, отдадим должное, отдадим должное от самоснователям Гаити, они постарались. Но, во-вторых, надо сказать, что всех традиционных гражданских прав и свобод были лишены белые колонизаторы. Ну, за некоторыми забавными исключениями, вроде белых женщин, которые таки сохраняли свои, правда, немногочисленные права при выходе замуж за чернокожего. В этой конституции была даже статья на случай возвращения французов. Она гласила, при первом же выстреле из предупредительной пушки нация восстанет с оружием в руках. А и еще, по новой конституции все граждане Гаити объявлялись черными. Так ее создатели попытались ликвидировать старую колониальную иерархию с белыми господами на вершине, мулатами посередине и черными рабами внизу. Вот просто все черные и, как бы, вот. Опять же, к этому моменту белых на Гаити все равно почти не осталось. Подводя итог, несмотря на то, что конституция, в общем, была демократической и, вот, вроде бы какой положено, она при этом была весьма и весьма примитивная, особенно в сравнении, скажем, с североамериканской. Гаити не хватало компетентных руководителей на этом этапе. Они хорошо сражались, но плохо писали законы. Довольно быстро Дессалин определился, как же будет развиваться молодое государство. После того, как Франция в 1804 году по воле Наполеона стала империей, а сам Наполеон императором, Дессалин решил последовать примеру бывшей митрополии и объявил себя императором Гаити Жаком Первым. Склонный к насилию автократ Дессалин относился с недоверием к либеральной модели Французской республики, предпочитая концентрацию власти по типу наполеоновской. Он вообще любил сравнивать себя с Бонапартом. Впрочем, главной схожестью было тут то, что продержались они оба недолго. Через два года Дессалина свергнут в результате военного переворота. Дессалин строил государство весьма далекое от мечтаний освобожденных гаитянских рабов. По сути, республиканские идеи, взроченные теми же Монтескио и Руссо и перешедшие гаитянам наследство от Франции, вылились в реальности в примитивный вождистский авторитаризм. Это потом станет очень частым явлением в Южной Америке, но пока что это было в новинку. Очень важным препятствием, это еще не раз проявится в истории Гаити, был тот факт, что значительная часть населения была свободна и без всяких там демократических процедур и новых политических социальных изобретений. И речь идет о мулатах, которые, собственно, и управляли государством. Десалин себя ими окружал, что, впрочем, логично, потому что они тупо имели образование. При этом, надо сказать, что он не допускал их особо к кормушке и, в общем, знатных титулов направо и налево не раздавал, оставаясь единственным и неповторимым на протяжении большей части своей жизни. Тем не менее, Десалин, в общем-то, проблему понимал и даже пытался до некоторой степени ликвидировать вот этот чудовищный разрыв, культурный, экономический, социальный, между черными и мулатами, поощряя браки между ними. Но это не всегда удавалось. Например, его прежний союзник, мулат Александр Петион, тупо отказался жениться на его дочери. На каких основаниях нужно строить первую в мире чернокожую республику? Ну, на этот вопрос можно было дать много ответов. Базовым желанием освобожденных рабов было владение собственным наделом, своим куском земли, на котором они веками подневольно трудились. Для них, собственно, свободой было мелкое натуральное хозяйство, частная собственность. Главной же задачей Десалина и в целом политической элиты было обеспечение обороны острова создания сильной армии. Это был залог независимости, как они ее понимали. И Гаити, и это редкий случай, наверное, в истории, действительно находилась в кольце врагов. Тот факт, что кучка рабов на окраине света победила, даже можно сказать, несколько цивилизованных, великих держав подряд, и убила при этом какое-то сумасшедшее количество белых, вот этот факт, он несколько как-то напрягал европейцев. Франция, естественно, отказалась признавать Гаити как самостоятельное государство. Соседние рабовладельческие страны, вроде США, также не признавали Гаити. И я, кстати, напомню, что гаитянские рабы добились свободы за 70 лет до освобождения рабов США. Томас Джефферсон ввел торговый эмбарго на товары из Гаити. В обеих Америках опасавшиеся восстания рабовладельцы после гаитянской революции лишь усилили контроль над своей живой собственностью. Очевидно, да, что про государство свободных фермеров на этом этапе вообще никто не думал, потому что нужно было сконцентрировать сельскохозяйственные ресурсы в руках государства, чтобы, в общем, централизовать власть, выстроить какую-то оборонительную систему и иметь возможность давать отпор. Как можно было это сделать? С помощью плантаций. Собственно, чем и занялись. Плантации, конечно, были не рабскими, но, тем не менее, как вы понимаете, никто не был в восторге от возвращения их даже в более либеральном виде. Затем дискуссионным вопросом стали культурные, господи, прости, основы нового государства. Большинство гаитян хотели сохранить африканское культурное наследие, что, в общем-то, логично, когда ты создаешь Черную Республику. Однако не все хотели видеть африканские обычаи и в качестве национальных. Ну, в первую очередь, конечно же, не хотели мулаты. В связи с этим была развернута довольно массовая пропагандистская кампания по дискредитации африканского варварства. При этом, в целом, от африканских корней никто, в общем-то, отказываться не собирался. В наследство от колониализма, кстати, гаитянам достался еще и креольский язык, продукт смешения африканских диалектов с европейскими. Собственно, и сейчас для большинства людей на Гаите родным языком является креольский, а вовсе не французский. Притеснения бывших рабов начались и в правовом поле. У множества бедных чернокожих не было избирательного права, как не было и доступа к образованию. Кроме того, история гаитянской революции все чаще интерпретировалась как борьба мулатов и белых, а роль чернокожего населения Гаити, как незабавно, да, при этом все время все чаще и чаще преуменьшалась. В общем, со свободой сразу как-то не наладилось. Государство управлялось военной элитой мулатов, не предоставляло никаких социальных благ большей части остального населения, и нет ничего удивительного в том, что вскоре империя Жака рассыпалась. Как я уже и сказал, в 1806 году он был убит в ходе военного переворота, осуществленного некоторым числом бывших ветеранов гаитянской революции. Президентом Гаити стал чернокожий лидер переворота Анри Крестов, а главой парламента его коллега Мулат Александр Петион. Причем в данном случае фигурой номинальной становился именно Крестов, поскольку полномочия президента на Гаити были сильно урезаны. По идее, такое ограниченное двоевластие должно было в некоторой степени решить социальные проблемы Гаити, однако бывший раб Крестов на роль символа расового применения оказался не готов. Конфликт между Анри Петионом, которого поддерживали Мулаты, и бывшим рабом Анри Крестовом привел к очередному политическому кризису. Недолго думая, Анри собрал армию, осадил Порто Пренс и не смог его взять на самом деле. Ему пришлось из-за нехватки артиллерии отступить на север, где он быстренько объявил себя королем Анри Первым, они там все были первыми и, как правило, и последними, а, значит, территорию ему подконтрольную королевством Гаити. За военным усилением, что довольно забавно, он обратился все к тому же африканскому государству Дагомея, которое раньше поставляло рабов, ну а теперь тоже поставляло рабов, но ехали они не работать на плантации, а служить в королевской гвардии. Тем временем на юге Александр Петион стал пожизненным президентом республики Гаити со столицей в Порто Пренс. Из этой парочки диктатором оказался именно бывший чернокожий раб Анри Крестов. Во-первых, он затерроризировал гаитянское крестьянство до такой степени, что даже рабские условия при французах казались им более гуманными. Крестьяне не могли погибать плантации, им доставалось около четверти урожая, и большую часть из него правительство продавало на экспорт. Ну а во-вторых, король Анри ценой множества человеческих жизней строил, знаете, там дворцы, дачи, крепости, домики для домашних животных, вот это все. Но даже несмотря на все это, пока экспорт сельскохозяйственных продуктов был еще актуален, уровень жизни в королевстве Гаити даже несколько поднимался, и некоторый экономический рост наблюдался. В республике же Александр Петион на дела приняли несколько иной оборот, потому что тут царила вера в идеалы Великой Французской революции. Земля была разделена на небольшие наделы, и с гарантией права собственности была передана крестьянам с целью создания слоя этаких йоминов, мелких землевладельцев. Те, как и хотели, начали заниматься натуральным хозяйством, но продавать что-то на экспорт при этом они, естественно, желанием не горели. Заниматься производством сверхприбыльного сахарного тростника, которым были забиты порты на севере, им тоже почему-то в голову не приходило. В общем, без сахара и других колониальных товаров многие предприятия на юге стали закрываться. Средний гаитянин на юге был довольно бедным, но все-таки свободным крестьянином, в то время как на севере проживали в основном достаточно обеспеченные чернорабочие. Такой деревенский нэп и сталинское выкачивание из деревень одновременно. И на гаите. Петион, кстати, пользовался уважением на Карибах, и не только, он в свое время там давал убежище бежавшему, значит, с территории испанских колоний Боливару, или, как правильно говорить, Боливару, чертов Александр Сергеевич Пушкин. Ну и вообще, надо сказать, что гаити стал для многих революционеров в испанских, американских владениях местом, куда они могли сбежать, передохнуть и построить новые планы. Когда же Петион в 18-м году умер, Анри попытался завоевать его часть острова, но у него ничего не получилось, а вскоре его королевство рассыпалось. Просто потому, что король Анри I пережил инсульт и понял, что в состоянии болезни он вряд ли сможет удержать власть, а если он не сможет удержать власть, то его судьба будет, вероятно, не очень, поэтому он просто покончил с собой. Без него все это странное государственное образование, естественно, существовать не могло никак. Страну объединил наследник Петиона, генерал Жан-Пьер Байер. Вскоре он завоевал и испанскую часть острова. Гаитянское управление всей испаньолой продлится до 1844 года. А в 60-х испанцы наконец вернут себе бывшую колонию в восточной части острова. Сейчас это независимая Доминиканская республика. При Байере экономика продолжит стагнировать, но он, между прочим, даже попытается кое-что с этим сделать. В надежде спасти родную экономику и открыть рынок Гаити для французских товаров и французских торговцев он предложит Франции совершенно астрономическую для острова сумму в 150 миллиардов франков в обмен на признание Гаити независимой страной. Так Гаити наконец станет признанной республикой, но очень депрессивным местом. А в 1843 году Байера самого объявят диктатором, свергнут и он сбежит на Ямайку. Кстати, что касается депрессивности. Как я уже сказал, сейчас Гаити известна в первую очередь своей чудовищной бедностью. Это редкий случай, когда граждане страны сейчас живут хуже, чем их предки 200 лет назад. Но 19 век был для Гаити в целом временем относительной стабильности. Страна снова стала республикой, приходили регулярные выборы, производство кофе выросло в несколько раз, сельскохозяйственные успехи позволили Гаити даже частично выплатить свои огромные долги европейским державам. В середине 19 века на острове даже начнется какая-никакая модернизация в рамках глобального тренда. А в 1962 году США признают Гаитянскую республику. И тем самым ее период изоляции окончательно закончится. Окончательно закончится. Закончится окончательно. Закончится финально, наконец. Но вечные межэтнические конфликты опять приведут к целой серии гражданских войн, которые продлятся до 80-х годов. И в какой-то момент страна опять распадется на кучу маленьких клочков. В поисках обрести хоть какую-то стабильность, местные всякие руководители даже обратятся наконец-то к силам большого капитала. Так французским и немецким банкам, знаете, попавшись на их рекламу в духе «Срочно нужны деньги!» Всего лишь под залог души и несколько миллиардов процентов годовых мы готовы вам их предоставить. Ну, в общем, как вы понимаете, французские и немецкие банки действительно прибрали к рукам значительную часть земли, и власти, и ресурсов. Как это происходило во многих других подобных странах колониальных, которые обратились за помощью к крупному капиталу. Кстати, я не говорю, что иностранные инвестиции — это плохо. Просто государство Гаити вряд ли умело хорошо ими пользоваться. Но поскольку страна стремительно беднела, то гаитянские элиты стали заниматься тем же, чем занимаются любые элиты в подобной ситуации. Демонстрировать, что у них-то все ого-го, и большая часть гаитянских прибыли стала уходить на покрытие все новых и новых кредитов. Во-первых. А во-вторых, на, в общем, такое демонстративное сверхпотребление. Кризис на Гаити удобно и удачно совпал с ростом имперских амбиций США. Американцы начали переговоры о покупке гавани Моль-Сен-Николя, которая показалась им идеальным местом для военно-морской базы. Несмотря на призывы отдельных американских политиков экспансию на остров прекратить, конечно же, никто даже не думал всерьез их воспринимать. Тем более, что спустя несколько лет после объявления претензий на ту самую бухту на Гаити разразился страшнейший политический кризис. С 11 по 15 годы там сменилось 7 президентов. Которые, как вы понимаете, менялись не особо в ходе демократических процедур, а как правило потому, что кто-то был свергнут, убит или просто исчез при таинственных обстоятельствах. Апогей этого политического мрака пришелся на правление президента Жан-Симона Сана. Когда он пришел к власти, он сразу же уничтожил примерно 160 человек своих политических противников, в ответ на что бунтовщики свергли уже самого Сана, буквально разорвали его на части и проехали с его останками по столичным улицам. Посмотрев на этот тотальный беспредел, американцы наконец-то оккупировали Гаити и удерживали над ним контроль аж до 1934 года. Гаити стало домом для их военно-морских сил. Оно прикрывало путь к Панамскому каналу и позволяло американцам контролировать большую часть Карибского моря. Не то, что это был период расцвета для Гаити, но во всяком случае жизнь стала стабильнее. По крайней мере, американцы отстроили города и дороги. В 1934 году американские войска ушли с острова и некоторое время на нем даже царил относительный покой. В 1957 году, выиграв открытые и, судя по всему, даже честные выборы, к власти на Гаити пришел доктор Франсуа Дювалье. Несмотря на свое демократическое избрание, президент Дювалье оказался прямой противоположностью демократическому политику. За время его правления по всей стране была создана сеть карательных органов, повсюду действовали военизированные отряды так называемых Тантон-Макут. Это было нечто среднее между милицией, личной гвардией Дювалье и просто бандитскими отрядами, которые занимались рэкетом, отъемом бизнеса, просто банальным грабежом и, конечно же, политическими репрессиями. Антикоммунистический, военизированный, праворадикальный и расистский, да, черный расизм тоже бывает, режим Дювалье, за 10 лет по разным оценкам уничтожило 30 до 60 тысяч человек. Ну и, как вы понимаете, об экономике страны там тоже никто не думал. Когда в 1971 году доктор Франсуа Дювалье умер, был организован безальтернативный референдум, на котором народ Гаити избрал президентом его сына, Жан-Клода Дювалье по прозвищу Бэйби Дог. Президент в 19 лет, это, между прочим, кажется до сих пор мировой рекорд. Признавая феноменальные и безусловные успехи своего отца, Бэйби Дог, тем не менее, все равно начал некоторую либерализацию, он отменил этих бандитов и личную гвардию своего отца, он даже анонсировал какие-то экономические реформы. Но ничего из этого не было доведено до конца, потому что в 1986 году его свергли. И он оставил страну в том же состоянии, в котором и принял. Кстати, за год до этого он провел избирательный референдум, на котором получил совершенно невообразимые 99,95% всех голосов. Режимы отца и сына Дювалье обычно описываются как клептократии, как власть воров, и определенная справедливость в этом утверждении есть. Но для нас важно не это определение, а тот факт, что эти режимы были крайне неэффективными, и, по сути, они окончательно довели гаитянскую экономику до полного краха. Казалось бы, что может пойти еще хуже, но в 21 веке, уже в наше время, весь мир опять заговорил про Гаити. Землетрясение, случившееся 12 января 2010 года, не только убило сотни тысяч человек, но и обрекло миллионы гаитян на риск голодной смерти, нехватку питьевой воды, лекарств и жилья. Остров Эспаньола сейсмически активен примерно так же, как Калифорния. Крупные землетрясения здесь случались и раньше, но впервые именно в 2010 году оно случилось в условиях высокой урбанизации. Жители Порту Пренса оказались в самых неблагоприятных условиях, в каких вообще можно встретить семибальное землетрясение. Гаити до сих пор не восстановилась от той катастрофы. Беспрецедентная международная помощь не смогла до конца компенсировать потери. Это неудивительно, но сквозь коррумпированная власть, низкий уровень образования и высочайший уровень преступности это не те факторы, что помогают использовать ресурсы эффективно. Волны беженцев нахлынули на Доминиканскую республику, где их не очень радушно встречала армия, контролировавшая границы. Современная Гаити — это, возможно, самый яркий пример так называемого «фейлд стейт». 80% 11-миллионного населения живет за чертой бедности и каждый год десятки тысяч человек пытаются бежать из страны. На Кубу и в Доминиканскую республику уже и без того заполненные гаитянскими нелегалами. Стремятся они и в США. Береговая охрана каждый год останавливает десятки гаитянских лодок, многие из которых вообще тонут сами по пути во Флориду. 900 километров по воде — это все-таки не шутки. Кстати, именно через Гаити в 60-е годы прошлого века вирус иммунодефицита впервые попал в США. Отдельные коммунные гаитян находятся еще на Багамах, в Гваделупе и Сан-Мартене, короче, где угодно, лишь бы только не на Гаити. При этом на Гаити рождается какое-то неимоверное количество детей. Средний возраст там 21 год, а плотность населения почти в три раза больше, чем на Кубе и в два раза больше, чем в Доминиканской республике. Гаити перенаселено так же, как и бедно. Так почему у Гаити не получилось? Ну, во-первых, во время революции были уничтожены все колониальные институты, как, впрочем, и сами колонисты. И это неплохо для целей расовой войны, но если ваша задача — построить государство, то, наверное, это не самый лучший подход, потому что старые институции нужно было заменять новыми, а их, в общем-то, не было никаких, кроме военизированных бандитских объединений, которые заняли собой административный, там, и политический вакуум. Во-вторых, придумать успешную экономическую модель в условиях полной международной изоляции, да еще в стране, в которой вся инфраструктура заточена под рабовладельческие плантации, оказалась задачей совершенно неподъемной для молодого государства. Ну, то есть волей-неволей пришлось восстанавливать те самые плантации сахара, там, табака, хлопка и так далее, и все это, естественно, не способствовало социальному благополучию, экономическому росту и уменьшению многочисленных конфликтов межэтнических, культурных и социальных. В-третьих, вырваться из этой самой международной изоляции Гаите удалось только с помощью огромных кредитов, огромных займов, которые она, в общем, могла выплатить самостоятельно с большим трудом. Другие страны той же Латинской Америки обычно переходили на новую стадию экономического развития все-таки при помощи митрополий, все-таки еще будучи частью империи. Гаите в этом смысле пришлось справляться самостоятельно, и это было, скорее, неудачным моментом. Добавьте сюда постоянную военную опасность и бескомпромиссную этническую напряженность на острове. Но, несмотря на это все, несмотря на то, что американская революция, несмотря на то, что деяния Симона Боливара или Поливара затмили собой Гаитянскую революцию, да и несмотря на то, что, да, ее результаты в целом оказались плачевными, все равно она является важнейшей исторической точкой, потому что это один из тех поворотных моментов в истории западного полушария, когда, наконец-то, этот регион стал задумываться о свободе. И именно Гаитянская революция вдохновила на борьбу за эту самую свободу бесчисленное множество людей. Пишите в комментариях, как вы ее оцениваете. Мне, в общем, будет интересно полистать. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Напоминаю, что это, как и многие другие наши темы, были выбраны во время голосования на Патреоне. Можете в любом случае нас там поддержать. Ролики выходят там без рекламы, на сутки раньше, да и вообще, в конце концов, что может быть лучше, чем поддержать нас. Посмотрите, посмотрите на меня, посмотрите на меня. Как бы, вот почему бы меня не поддержать? Share, лайки, репосты, сами все знаете. Удовлетворите алгоритмы Ютуба и всем будет счастье. Увидимся на следующей неделе. Увидимся на следующей неделе.